Девочки, давно не делала гадания, где и с кем он сейчас. Сейчас ночь. Я сейчас посмотрю на чёрных картах, на игральных. Где он и с кем он? Давайте посмотрим наших королей. Итак, сначала будем их сейчас искать в колоде и назначать. Первый король выпал у нас червовый. Загадывайте, пожалуйста, на червового. Чей червовый? Разбирайте. Будем смотреть, где пухлик. Так, давайте дальше посмотрим следующую карту следующего короля. Спрятался, а? Вы посмотрите, как не хочет-то выходить. А кто это у нас? Ну, конечно, крестовый, как всегда, в своём репертуаре спрятался. Но всё равно мы сегодня его рассмотрим с высоты птичьего полёта. И кто у нас там даётся в руки? Буба. Назначайте Бубу, пожалуйста. И ещё тоже легко даётся нам сегодня пиковый король. Назначили, девочки? Дайте имя ему. Так, всех четырёх мы нашли. Сейчас мы их складываем опять в водоворот жизни ихней, их жизни. Мешаем, тасуем колоду и будем смотреть, где и с кем он сейчас. Так, девочки, смотрим. Смотрим, где и с кем он сейчас. Немного камеру я переставила, чтобы видно было всё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И последний ряд у нас без королей. Так что не особо важен. Ну, немножко виден, да? Так, ещё раз вам повторю, что вы можете это гадание делать и дома, сами раскладывать на обычных игральных картах, выбирать своего любимого короля и смотреть намного чаще, где он и с кем он. И, в принципе, не особо нужна трактовка других карт. Самое главное даже для начинающего – это смотреть, с какими фигурами он выпадает и какие, ну и какие, в принципе, рядом картишки лежат, если уж очень заинтересовала какая-то определённая фигура. Итак, начинаем смотреть с первого короля слева направо, с верхнего ряда вниз. И выпал у нас, девочки, кто? Тук-тук-тук, кто там? У нас выпал пиковый король. Пиковая королюша выпала нам сегодня. Итак, посмотрим, что же пиковый нам говорит, где он и с кем он. Так, он молодец. Он сегодня без каких-то женщин, тех, которые на него как-то глядят с маляными глазами, да? Нету ничего, он вообще такой верняшка, я бы сказала. Дорога какая-то ночная ему выпадает, и у него выпал рядом король крестовый. Это говорит о том, что какой-то разговор у него идёт либо с его коллегой, да, либо с очень давнишним другом, с которым как-то у них уже энергетика очень долгая рядом идёт. Ну, такая какая-то сильная энергетика. Вот знаете, как дружба в течение девяти лет, да? Это уже сильная энергетика. Так вот, у него вот эта дружба и выпадает. И смотрите, к этому пиковому крестовый сам подошёл, чтобы поделиться своими какими-то историями, которые происходят в его жизни. Ну, как всегда, крестовый у нас немного бабораб, это мягко сказано, да? И вот он пришёл к пиковому, чтобы по делам поговорить, и в то же время ему вот не терпится поделиться своими какими-то заслугами перед пиковым. Так, а в прошлом у пикового что было? У пикового узнал какую-то такую новость не очень хорошую, да? И, возможно, даже новость этого крестового короля, да? Потому что всё-таки пики под крестовым лежат. Я бы сказала, что крестовый пришёл жаловаться к пиковому насчёт своей жизни. Вот такие вот дела. Так что у пикового сейчас всё хорошо, он завершает свой день спокойно летящей походкой. Дальше. Давайте, девочки, посмотрим уже на нашего птицееда, паучка со стажем, крестового мужчину. Крестовый. Боже мой, какой мужчина! Как многим он девочкам западает в душу, да? Как с ним даже и тяжело. Ну, на то он и крест там, паучок. Так, посмотрим, что он делает сегодня. Где и с кем он сейчас. Так, а вот у крестового, да, либо в ближайших планах встретиться со своей крестовой, да, между ними выпал роман, либо он был у неё, либо он с ней находится. Но крестовому надо поговорить с пиковым королём. Вот ему надо вот эта вот мужская компания на сегодня, чтобы о чём-то с ним пошушукаться. У крестового есть друг, очень похожий на него, либо это внешне, либо они вот очень близко идут по работе, коллеги, то есть в них очень много чего вместе связывает, да. И вот он с ним хочет пошушукаться, чтобы его крестовая его не слышала. Насчёт девочки, кто не является крестовой, да. На данный момент крестовый реально до пикового короля доносит свои новости, которые связаны именно с крестовой. Так, давайте я посмотрю вниз немного и посмотрю. Чирву, Бубу и Пику, девочки. А вот вы посмотрите, где вып выпали, да, кто не креста. Буба, Чирва и Пика. И я вам скажу, у вас есть куча других дел, чем думать о этом крестовом. Реально другие дела у вас есть и дела поважнее, особенно у Червовой. Так, давайте посмотрим дальше. Дальше посмотрим мы, и кто у нас там по счёту идёт дальше. А по счёту дальше у нас идёт Чирва. Червовый мальчик. Хлопак. Хлопец. Boyfriend. Amigo. Так, посмотрим на него. Что-то я его сегодня разными языками хочу назвать, разными названиями. Ну, не знаю, это, наверное, от того идёт, что много кто на него гадает. Чирва. Король Червовый находится на своём троне, на своём законном месте, где он и должен находиться. Это, скорее всего, его постелечка, его домик, его место, где он должен находиться. Его место, его трон. Понимаете? И дальше. Хлопотный. Хлопотной он. И причём такое ощущение, что какие-то ошибки в документах идут у него. Ошибки в документах. А с другой стороны, десятка пика говорит, что он печалится, девочки, печалится. И, знаете, это уже какая-то такая психосоматика пошла, он надломлен. Вот эта вот печалька его, она как-то в глубину, в кровушку ему попала и немного его так и подначивает, подтачивает. Дальше давайте посмотрим. Обратите внимание, кто Чирва. Как близко вы лежите к своему Червовому. И я бы сказала, что тут есть ещё такой моментик, что Чирва думает о своей даме Червовой. Он реально печалится. Вот где-то есть у него такое кислое выражение лица, из-за того, что у него как-то либо не получается с вами встретиться, да, либо не получается, ну что-то не получается, вот у него реально кислое выражение лица. А причём возле Червовой вертится Бубновый. Бубновый вертится, с чем, девочки? Тут девятка, наверное, видео не попало. Девятка, которая говорит, что он к ней вообще пипец как неравнодушен. И потому как просто между ног путается. Но неплохой, в принципе, король, стоит обратить внимание. Дальше посмотрим. Давайте Бубу. Конечно же, кого тут не посмотреть, как не Бубу нашу, да? Так, Бубновый выпал с Червовой. Причём такое ощущение, что они реально находятся рядом, понимаете? Плечо к плечу, спинка к спинке. У Бубнового женщина рядом, девочки. Но это Червом. Червом может быть и мамой, может быть и сестрой для Бубнового. Это карты одного цвета, красные, да? И если выпадают красные, это значит, что это может как быть и женщина, его жена. Это может быть и мама, может быть и сестра, кровные узы, какие-то узы, узы, с которыми он связан. Причём особенно тут, обратите внимание, девятка Червовы выпала. Это карта любовная, карта любви, проявление её. Вот такое вот гадание было на сегодня. Так что, в принципе, так, подождите. Тут вот интересно, что выпало, да? На что надо, стоит обратить внимание, да, кто гадает именно на Бубнового. Посмотрите, сверху по диагонали выпала Бубновая дама. Это говорит о ближайшей встрече с Бубновой. А снизу тоже по диагонали выпала Пиковая дама. Пиковая дама – женщина, которая негативно относится к Бубновому из-за ребёночка. Это, наверное, чей-то алименщик, да? Либо кто-то, если этот Бубновый мог оставить свою семью. Ну, либо может проиграться так, девочки, что это в прошлом выпала женщина, которая к нему приставала. Реально просто приставала к нему с негативом, да, каким-то. Вот что-то от него хотела, корила его, укоряла его. Вот такое вот гадание, девоньки, на сегодня выпало. Ну, пока всё. Пока всё, девочки. Пока-пока.